Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня на календаре 2 декабря среда. Я рада вас приветствовать на телеканале ТДК 42 в программе «Доброе утро». Сегодня первый рабочий день после выходного. Кстати, эта неделя началась очень хорошо, ведь еще вчера мы могли насладиться полноценным официальным выходным. А сегодня уже среда. Вот так очень быстро к нам пришла середина недели. Среда, к тому же, это практически половина пятницы. В общем, много хорошего в среде, и я думаю, что каждый из нас уже зарядился хорошим настроением. Ну а в ближайшие полчаса оно еще больше улучшится, потому что мы подарим вам много интересного, нового, ну и, конечно же, активного вместе с нашей рубрикой «Разминка». Прямо сейчас новые инструкции от нашего тренера. Доброе утро, дорогие телезрители! Начнем новый день с шейфинга. Сегодня я покажу вам укрепляющие упражнения для проработки мышц внешней и внутренней части бедра. Примите исходное положение, лежа на боку. Работаем верхней ногой. Итак, поехали. Вверх-вниз на два счета в быстром тендинг. Во время выполнения этого упражнения у нас очень хорошо укрепляются мышцы внешней части бедра. Еще 5, 4, 3, 2. Начинаем сгибать колено, работаем вверх и в сторону. Вверх и в сторону. Выдох, до. Еще, не останавливаемся. Еще 4, 3, 2. Отлично. Оставили ногу на весу, теперь поднимаем нижнюю ногу. Вверх-вниз. Здесь очень большая амплитуда, и за счет этого у нас очень хорошо работают мышцы внутренней части бедра. Еще 3, 2, 1. Опускаем верхнюю ногу, продолжаем работать нижнюю, но уже в более быстром темпе. В 2 раза быстрее. Выдох, до. Выдох, до. Еще. Не останавливаемся. 5, 4, 3, 2. Еще одно упражнение. Начинаем уводить ногу в сторону. Делаем вот такой вот небольшой полукруг. За счет этого у нас нагрузка на мышцы внутренней части бедра усилилась. И, кстати, здесь еще включились мышцы живота. Еще 4, 3, 2. Отлично. Меняем положение тела. Делаем то же самое на другую ногу. Поехали. Работаем верхнюю ногу. Вверх-вниз. Вверх-вниз. В быстром темпе. Еще 4, 3, 2. Начинаем разгибать колено. Еще. Вверх и в сторону. Вверх и в сторону. Еще 4, 3, 2. Отлично. Оставили ногу на весу. Поднимаем нижнюю ногу. Поехали. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Здесь очень хорошо ощущается нагрузка на мышцы внутренней части бедра. Не останавливаемся. Еще 4 раза. 1, 2, 3, 4. Опускаем в верхнюю ногу. И в более быстром темпе работаем нижней ногой. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. И завершающее упражнение. Полукруг через низ. Более сложное упражнение, где работают не только мышцы внутренней части бедра, но и мышцы живота. Еще 5, 4, 3, 2. Отлично. Молодцы. Слегка растянем мышцы. Скрестили ноги и потянули вперед. Не напрягаем мышцы. Еще немного. Отлично. Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. На этом наше занятие подошло к концу. Это была разминка на канале ТДК-42. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так сложилось, что в нашем регионе качество воды оставляет желать лучшего. И поэтому многие из нас останавливают свой выбор на всевозможных фильтрах для воды. Имеют они разные модификации. От совсем небольших в форме кувшина до огромных установок, которые могут обеспечить объем на большой дом или даже несколько квартир. Мы поговорим о фильтрах для воды более подробно в следующем сюжете. Прежде всего, сделайте в лаборатории анализ воды из водопровода и сравните полученный результат с требованиями стандартов. Определите главные загрязнители воды, с которыми следует бороться. Только после этого приступайте к выбору типа очистителя. Проконсультируйтесь со специалистами по поводу технической возможности подключения того или иного типа очистителя. При установке предфильтра механической очистки воды в трубу водопровода учтите тот факт, что он понижает давление в водопроводе минимум на 0,5 атмосферы. Если давления в трубах и без того недостаточно, то заблаговременно позаботитесь о приобретении и установке насоса для повышения давления. Подгузники – это самое настоящее сокровище для каждой мамы. Современные мамы совсем не знают, что такое марлевые подгузники, что такое бессонные ночи, когда ребенок просыпается от дискомфорта несколько раз за ночь. Подгузники, конечно, очень облегчили нашу жизнь, но правильно выбрать подгузник умеет не каждая мама. Поэтому мы обратились за советом к специалисту, и через несколько мгновений он нас просветит, как же правильно выбрать хороший подгузник. Подгузники подбираются по размеру, по фирмам. Мамы подбирают своим детям, уже предпочитают определенные фирмы. И подбираем по размеру, допустим, с рождения. Если ребенок приходит к нам, просит подгузники с рождения, то единичка идет. Также они подразделяются на мягкую поверхность, которая не вызывает аллергии, не вызывает раздражения. Памперс премиум имеет хлопчатобумажное покрытие. Они являются гипоаллергенными подгузниками, не вызывают аллергию, раздражения. Впитываемость у них очень хорошая. Впитывают даже жидкий стул. И также они по размерам идут от 2 до 3 килограмм единичка. Там от 3 до 5, 2 и так далее. Сейчас в данный момент у нас хорошо, большим спросом пользуются памперсы японского производителя. Муни, Мэрисы. Также подбираются по весу ребенка. Впитываемость очень хорошая. У них хлопчатобумажное покрытие. Также очень мягкие, удобные резинки. Удобно очень одеваются эти подгузники. Они есть также в виде подгузников и в виде трусиков. Утюг – это один из главных помощников в доме. И знает об этом не понаслышке каждая хозяйка. Конечно, сейчас они обладают множеством функций. Автоотключение, подача пара, даже вертикальное отпаривание. Но мы решили все-таки сделать несколько советов на тему, как выбрать утюг, чтобы, если в случае поломки вашего помощника, вы могли с легкостью выбрать себе новый. Цель научных исследований по разработке и созданию подошвы – снизить трение в процессе глажения и защитить подошву от повреждений, которые неизбежны в процессе глажения вещей с пуговицами, кнопками и молниями. Кроме того, подошва утюга должна равномерно распределять тепло. Для покрытия подошвы утюга производители используют различные материалы – нержавеющую или хромированную сталь, алюминий или алюминий с антипригарным покрытием. Эффективность глажения в значительной степени зависит от мощности утюга. При нормальном режиме работы оптимальная мощность – 1600 Вт. В зависимости от модели утюга мощность изменяется от 1200 до 2200 Вт. Если ваша жизнь протекает в повышенном темпе, то, безусловно, вам нужен мощный утюг, который быстро нагревается. Хороший утюг точно поддерживает заданную температуру. Это особенно важно в режиме глажения синтетических и шелковых тканей, очень чувствительных даже к незначительному превышению 120 градусов. Замороженные продукты – это очень удобно. Ведь даже не имея большого количества времени, вы можете буквально за 5 минут приготовить себе вкусный гарнир. А если вы любите овощную диету, то и вместе с этим хороший вкусный ужин. Только правильно нужно подобрать заправку. Но мы для начала правильно выберем замороженные продукты. Поверьте, это будет интересно и познавательно. По существующим правилам, овощная смесь должна готовиться из спелых овощей, находящихся на пике по содержанию полезных микроэлементов и витаминов. Поэтому важно прочитать на этикетке дату изготовления продукта. И лучше, если эта дата совпадет с сезоном сбора овощей, входящих в смесь. Первым делом смотрим на состав замороженной овощной смеси. Часто производители пишут там довольно большой список. Для нас важнее, что стоит на первых местах. Ведь именно этих ингредиентов должно быть максимальное количество в предлагаемом продукте. Постарайтесь найти на этикетке надпись «Без ГМО». Если она есть, значит все продукты в упаковке натуральные. Цвет овощей продукции тоже поможет нам выбрать продукт хорошего качества. Натуральный цвет замороженных овощей – это явный признак их быстрой и качественной заморозки. Вместе с тем, бледный цвет указывает на то, что овощи, находящиеся в упаковке, в начале долгое время где-то хранились, и только потом их решили заморозить. Обращаем внимание, что указано на упаковке по поводу хранения покупаемого продукта. Если там значится минусовая температура хранения, а на прилавке он лежит на обычной, без охлаждения полке, то такую смесь овощей не стоит покупать. Они явно испорченные. Пощупайте и потрясите пакет в руках. Все овощи, находящиеся в упаковке, должны свободно перемещаться по пакету. Если там замерзший брикет, то это явный признак того, что упаковка подвергала заморозке несколько раз, и полезных веществ там осталось немного. В продолжении гастрономической темы мы обсудим сыр. Расскажем о всех его плюсах и минусах. Да, поверьте, в обычном кусочке сыра есть не только польза, но и определенный вред. Казалось бы, что может вредного принести нашему организму обыкновенный сыр? Оказывается, может. Но вместе с тем он приносит нам и пользу. Вот такой вот необычный разносторонний сыр. Именно о нем в следующем сюжете. Говоря о пользе сыра, первое, что приходит на ум, это огромное количество минералов и витаминов в его составе. Это не только благотворно влияет на состояние организма в целом, но и помогает справиться с некоторыми заболеваниями. Польза сыра бесценна для человека. Благодаря его свойствам легко и полностью усваиваться в организме. Доктора настоятельно советуют регулярно употреблять этот чудесный продукт детям, беременным и пожилым людям, а также тем, кто страдает от повреждения костей и туберкулеза. Помимо полезных качеств, нередко вспоминают и о возможном вреде сыра. Употреблять сыры в минимальных количествах или вовсе отказаться от них советуют людям с мочекаменными болезнями, заболеванием желудка, гастритами с повышенной кислотностью и колитами. К сожалению, никто не знает, как правильно воспитывать детей. Существует масса универсальных советов, но они, бывает, не действуют по отношению именно к вашему ребенку. Но все-таки мы решили подсказать мамам, у которых растут маленькие мужчины, какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мальчикам. Именно эти фразы могут сделать из вашего будущего мужчины настоящего мямлю. Опасайтесь таких фраз. О них мы расскажем в следующем сюжете. Девочек обижать нельзя. В этой короткой фразе уже кроется логическая ловушка. Значит, девочек обижать нельзя, а всех остальных можно? Во взрослой жизни мальчик, который твердо усвоил, что девочек обижать нельзя, вряд ли научится добиваться поставленных целей и действовать в собственных интересах. Вместо этого он будет постоянно оглядываться по странам, а не задел ли он случайно интересы какой-нибудь женщины. И ведь обиженные непременно найдутся. Вместо этой шаблонной фразы стоит выражаться конкретнее. Например, нельзя ударить девочку, конечно, если она не бьет тебя. Девочкам надо уступать. При этом не уточняется, что именно уступать. Место в общественном транспорте или вообще все лучшее в жизни, на что ты имеешь полное право. Родители, произнося эту заезженную формулировку, даже не вникают в ее суть. Зато потом, когда их мальчик повзрослеет, сами же назовут его тюфеком и неудачником. Например, если он уступит заслуженное повышение по службе своей коллеге лишь на том основании, что она – женщина. А уж что повзрослевший мальчик услышит в таком случае от собственной жены, даже подумать страшно. Вместо этой шаблонной фразы учите ребенка договариваться с людьми, так, чтобы и эгоистом не оказаться, и соблюсти свои интересы. Причем со всеми – и с девочками, и с мальчиками. Допустим, ваш малыш не поделил с другим ребенком модную интерактивную игрушку. Подскажите ему, что он может предложить играть по очереди и даже уступить свое право быть первым. Но в таком случае он будет играть дольше. Ты же мальчик. Ты же должен или не должен. Каждый человек, пусть и совсем еще маленький, индивидуальность, но однозначное упорное воспитание мужской модели поведения может ограничить эмоциональное и интеллектуальное развитие этой индивидуальности. Вместо набора шаблонных установок ищите собственную модель. Поддерживайте то, что интересно самому мальчику, и может принести ему пользу в дальнейшей жизни. Ваш сын не желает ходить в спортивную секцию, предпочитает вместо этого спокойно посидеть за книжкой? Разрешите ему это. Но договоритесь, что по утрам он непременно будет делать зарядку. У мальчика глаза на мокром месте. Скажите ему, что мужчины иногда тоже плачут, и в этом нет ничего постыдного. Но делать это лучше, без свидетелей. Иногда хочется создать дома какую-то волшебную атмосферу. Например, атмосферу Востока. И в этом непростом деле нам помогут благовония. Сразу оговорюсь, что некоторые ароматы благовонии вызывают не то, что приятные ощущения, а раздражение. Поэтому обращаться с благовониями нужно аккуратно и тщательно подбирать себе ароматы. А в следующем сюжете мы расскажем о благовониях много интересного. Не так давно датские ученые заявили, что ими установлена связь между увеличением риска возникновения рака легких и постоянным применением ароматических палочек. Оказывается, систематическое многолетнее вдыхание благовоний повышает риск рака легких почти в два раза. А при нерегулярном использовании благовоний можно вдыхать их спокойно. Вероятность рака не повышается. На развитие рака влияют содержащие в дыме органические канцерогены, карбонильные соединения, бензол и полиароматические углеводороды. Настоятельно не рекомендуется применять благовония постоянно, а также в плохо проветриваемых помещениях. Ажурные колготки на манекене выглядят превосходно. Но когда мы их надеваем, то кажется, что что-то не то с нашими ногами. Ажурные колготки могут полностью испортить ваш внешний вид, если неправильно их носить. Через несколько мгновений мы расскажем о том, как и с чем носить ажурные колготки. Поверьте, они иногда могут очень интересно дополнить ваш внешний вид, но самое главное – соблюдать несколько простых правил. У большинства из нас с ажурными колготками возникают не самые лицеприятные ассоциации. Многие полагают, что данный предмет гардероба уместен лишь в образе и стиле девиц легкого поведения. Но на самом деле ажурные колготки способны придать соблазнительности и изысканности любой девушке, которая умеет их правильно совмещать с другой одеждой и обувью. Любовь к ажурным колготкам современным женщинам привил известный дизайнер Карл Легерфельд, который на примерах своих моделей продемонстрировал нам, что женщина в ажурных колготках может выглядеть элегантно и стильно. Нужно просто знать, как и с чем носить ажурные колготки, чтобы не придать внешнему виду и образу элемент вульгарности. Давайте сначала определимся, с чем категорически не рекомендуется носить ажурные колготки. Это в первую очередь вещи делового дресс-кода, то есть ажурные колготки ни при каких условиях неуместны в деловом стиле. Также следует оказаться от ажурных колготок, если вы отправляетесь на торжественное мероприятие, либо же просто планируете провести праздник в кругу членов семьи. Дизайнеры настоятельно рекомендуют воздержаться от сочетания ажурных колготок с велюровыми и атласными вещами. Хотелось бы отметить, что ажурные колготки красиво смотреться будут только на стройных худых ножках, поэтому если ваши ноги не идеальны, воздержитесь от ношения такого элемента гардероба. Очень красиво ажурные колготки смотрятся в сочетании с платьями, футлярами и юбками, карандашами. Что касается обуви, подобранной к ажурным колготкам, то предпочтение следует отдавать обуви на высоком каблуке или платформе. Но учтите, ажурные колготки и дешевая обувь – вульгарный образ стриптизерш. Вам следует выбирать максимально качественную и стильную обувь, и тогда образ с ажурными колготками не будет иметь ни капли вульгарности. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу, а я напоминаю, на календаре сегодня 2 декабря – среда. Ровно половина недели, а это значит, что выходные совсем близко. Давайте проведем эти первые зимние выходные как-то по-особенному, чтобы они отложились у нас в памяти и грели нас всю оставшуюся зиму. Всем пожелаю отличной среды, хорошего рабочего дня и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!